Муж спрашивает жену, дорогая, где сахар? Она ему в ответ. Дорогой за пять лет мог бы и выучить, что сахар в банке от кофе с надписью соль. Правда, сейчас его там нет. Много улыбок и шуток вызывает женская логика. Что в ней так? Дело в том, что любую фразу или суждение, которое не связано между собой и непонятно, называют нелогичной. Что такое логика и какие элементы логического мышления нам потребуются в обучении, мы рассмотрим сегодня. Логика появилась со времен Аристотеля, и ее происхождение приписывают ему. Это был греческий философ, который разработал систему, которая позволяла бы приходить к правильным суждениям. То есть на улыбке логики уже две с половиной тысячи лет. До сих пор ее люди используют в своей жизни и проверяют правильность рассуждений и даже научных открытий с помощью логических приемов. Когда мы обучаемся, мы часто прибегаем логическим приемам, даже не зная, что они ими являются. Например, когда вам нужно определить, что же значит определенный термин, вы используете логическую операцию определения. В основе любой классификации, будь то она научной или житейской, лежит логическая операция деления. Когда вы спорите с кем-то и доказываете свою правоту, вы используете аргументацию и переводите к выводам, что тоже относят к логическим операциям. Итак, логика является основой очень многих процессов, когда мы говорим об обучении. Основным компонентом мышления в логике считают понятия. Примерами понятия может служить, например, ученик или образование. И кажется на первый взгляд, что понятие это то же самое, что слово. Но это не так, потому что одни и те же понятия могут выражены различными словами. Это могут быть синонимы или, например, различные слова в различных языках. Таким образом, понятия это единицы, которые используют в логике. Логика призывает к тому, чтобы понятия были точными и однозначными. Это приведет к тому, что рассуждения будут четкими и не приведут к ошибочным выводам. В логике различают понятия в зависимости от их объема и от содержания. Объем понятия это количество элементов, которых она включает. Например, объем понятия человек будет равен тому количеству людей, которые живут на земле. Содержание понятия это признаки, которыми описывается то или другое понятие. Например, человек это существо, которое способно рассуждать, которое обладает способностью к общению и живет приблизительно 80-90 лет. Содержание понятия как раз и характеризует те отличительные признаки, которые отличают одно понятие от другого. По объему понятия они бывают пустыми, непустыми и единичными. Пустое понятие это то, в котором нет ни одного единого предмета. Например, треугольный квадрат это пустое понятие. Такого не существует. Непустые понятия включают в себя несколько элементов. Единичными понятиями являются те, в объеме у которых есть только что-то одно. Примером может служить столица России, это Москва. Есть только один город и в объеме этого понятия одна единица. По типу элементов понятия делятся на абстрактные, конкретные и собирательные. Абстрактные понятия не имеют какой-то определенной формы. Например, понятие образования включает в себя множество различных форм, каким это образование может быть получено. Конкретные понятия имеют конкретный предмет, который лежит в их корне. Например, деревяшка. Собирательные понятия включают в себя множество различных предметов, которые слегка отличаются по признакам. Один из наиболее важных законов логики это закон тождества. Он утверждает, что любая мысль должна быть равна сама себе, то есть должна быть ясной, точной и определенной. Иными словами, этот закон запрещает путать понятия или употреблять одно понятие вместо другого. Это так ошибка, которая часто приводит к многим противоречиям и спорам. Когда люди используют одно и то же слово, на самом деле придают каждому из них разные значения. Давайте посмотрим фразу. Ученики прослушали объяснение учителя. Правильно ли эта фраза построена логически? Нет. Потому что слово прослушали может восприниматься двояко. Оно может быть понято, как они выслушали материал, внимательно к нему отнеслись. Или оно может быть понято, как пропустили материал мимо ушей. Интересно, что в этом случае слово приобретает абсолютно противоположное значение. Закон тождества запрещает использование многозначных слов, чтобы фраза была ясной и понятной. Непроизвольные нарушения закона тождества называются паралогизмами или иначе софизмами. Они построены нарушения точности определений, поэтому приводят к ложным выводам. Классическим является рассуждение такого типа. Что лучше, вечное блаженство или бутерброд? Конечно, вечное блаженство. А что может быть лучше, чем вечное блаженство? Конечно же, ничто. Следовательно, бутерброд лучше, чем ничто, и он лучше вечного блаженства. Также на нарушении закона тождества строятся очень многие в шутке, или многие анекдоты. Так в романе «Мертвые души» Ноздрев назван историческим человеком, потому что он всегда попадал в какие-то истории. Именно на неправильном использовании слова исторический построена вся эта шутка. Многие анекдоты и смешные истории тоже строятся на неправильном употреблении понятии. Например, я сломал руку в двух местах. Больше не ходи в эти места. Или, например, человек приходит в гостиницу и спрашивает, есть ли у вас тихие номера? На что метродотель отвечает ему? Господин, у нас все номера тихие, но только вот жильцы иногда шумят. Это качество смешного и нарушение логических законов часто используется в коммерческих целях. Когда на заголовках газет мы, например, читаем фразу «Ученик пятого класса съел крокодила». Позже, когда мы читаем заметку, мы понимаем, что при праздновании день рождения был изготовлен торт в виде крокодила, и ученик Вася пятого класса его съел. Как правило, такие вещи приводят нас к разочарованию. Но журналисты используют нарушение закона тождества для того, чтобы привлечь свою аудиторию. И если вы все-таки купили эту газету, значит, они достигли своих целей. Логика не только предъявляет определенные требования к понятиям, но также занимаются взаимоотношениями, которые выстраиваются между понятиями. Какие могут быть взаимоотношения? В логике определяется два классических вида отношений. Это род-вид и часть целая. Отношения род-вид можно наглядно показать таким образом. Это когда одно понятие включает подмножество другого понятия. Так, например, родовым является понятие «человек», а видовым, например, «человек с рыжим цветом волос». Мы понимаем, что людей с рыжим цветом волос намного меньше, чем людей в целом. Поэтому эти понятия относятся друг к другу как род-вид. Как проверить, правильно ли отношения выстроены? Если вы делаете суждение из этих отношений, оно истинно, значит, эти отношения выстроены правильно. Существуют также и другие отношения, как часть целая. Это понятно нам естественным образом, и если мы рассматриваем, например, тело человека, то понимаем, что голова — это одна из его частей. Взаимоотношения, часть целая и род-вид используются для некоторых операций между понятиями, которые тоже являются предметом изучения логики. На основании понятия род-вид строятся операции обобщения и ограничения понятий. Обобщением является переход от видового понятия к родовому понятию. Например, «рыжий человек» — это тоже человек, или «мужчины» — это тоже люди, или «женщины» — это тоже люди. Обобщить понятие — это значит перейти от понятия видового к понятию родовому. Опробуем обобщить понятие «круг». Обобщением понятия круг будет геометрическая фигура. Операция обратное обобщение называется ограничение. Например, попробуем ограничить понятие студент. Видовым понятием от родового понятия студент будет, например, студент первого курса. Это частные случаи родового понятия. Если мы обобщение продолжаем дальше, то студент первого курса тоже можно ограничить и сказать, что Василий Петров ученик первого курса медицинского училища и так далее. Операция ограничения обобщения довольно часто используется в учебной деятельности, когда нам требуется правильно построить классификацию и порядок написания письменных работ. В логике существует несколько взаимоотношений между понятиями. Понятия являются сравнимыми, если между ними есть хоть один общий признак. Например, кошка, собака и корова будут сравнимые понятия, потому что это все живые существа. Понятия могут быть несравнимыми, если они не обладают ни одного, ни одним общим признаком. Например, революция и морковка. Также понятия могут быть совместимыми и несовместимыми. Совместимыми понятиями являются те, которые имеют общий элемент, несовместимыми. Несовместимыми понятиями являются те, которых таких элементов не наблюдается. Логическое мышление включает также в себя использование нескольких логических операций. Одной из логических операций является определение. Мы часто сталкиваемся с ним, когда изучаем значение терминов. Мы ищем это слово, и нам выдается какой-то словарь, который рассказывает и поясняет, что значит этот термин. Определение — это логическая операция, которая раскрывает признаки определенного понятия. Классическое построение определений требует соблюдения определенной схемы. Или понятие может быть определено через его родовое понятие. Например, астрономия — это наука звездов. В этом случае наука является родовым понятием, а астрономия — водовым понятием. И это классическая формула определения. Для того, чтобы правильно строить определение существуют определенные законы, которые говорят, каким образом выстроить правильное объединение. Существуют определенные законы, которые говорят о том, как должно быть построено определение. Еще одной операцией, которая часто используется в обучении, является деление понятий. Это логическая операция, которая раскрывает его объем. Рассмотрим пример, каким может быть деление понятия. Деление состоит из нескольких частей. Делимое понятие, результаты деления и основной признак. Тот признак, по которым совершается деление. Например, люди бывают мужчинами и женщинами. Люди — это делимое понятие. Мужчины и женщины — это результат деления. И половой признак — это основание деления, или тот признак, по которому это деление проводится. В зависимости от выбранного признака деление может быть различным. Так людей можно классифицировать не только по половому признаку, но также по местам, где они проживают, по тембру голоса или другим качествам, которые присущи человеку. Иногда деление называется дихотомическим, по признаку А и не А. То есть цвета бывают белые и не белые. Такое деление всегда правильно, потому что оно полностью исчерпывает объем этого понятия. Как используется операция деления? Операция деления лежит в основе любой классификации. То есть когда мы производим классификацию по какому-то признаку, фактически мы совершаем операцию деления родового понятия, переводим его к различным видам. Это нужно помнить, когда вы пишете ваши письменные работы или составляете любую структуру. Деление должно проводиться всегда по одному признаку. Есть также много правил, которые приписывают, каким образом может быть построено правильное деление. Несоблюдение их приводит к обидным ошибкам, из-за которых страдает наше сочинение. Например, к фразе «шел дождь и два студента». Это классический пример неправильного деления понятий. Мы рассмотрели некоторые элементы логического мышления. Что такое понятие, какие между ними существуют связи, какие есть логические законы. Законы определения, законы деления. Существует много других законов и конструкций, которые успешно применяются в научном познании и в обучении. Таким образом, логическое мышление является прекрасным аппаратом, который помогает нам рассуждать логически и помогает приходить к важным выводам. Кроме того, логика весьма занимательная наука и заниматься ей на досуге – признак умного человека. Успешных вам занятий!